Выявить это можно уже на этапе заливки фундамента, однако полномочия администрации в этом вопросе ограничены. Основной задачей рейдов является выявление нецелевого использования земли. Там, где по документам гараж, находится магазин, в частном доме – гостиница. Но нередко в рамках обхода обнаруживаются и лишние этажи. Так, в ходе очередной проверки специалисты за пять дней обошли 107 участков, и на четырех из них обнаружили самовольные объекты. Один из них – дом в Красной Поляне. По документам здесь должно быть не больше трех этажей. По факту уже четыре. В целях пресечения деятельности по самовольному строительству в настоящее время налажена работа с Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края. В частности, по осуществляющим функции Государственного строительного надзора. Совместно с прокуратурой города Сочи определен порядок этого взаимодействия, в каких случаях мы направляем эту информацию в департамент. Департаментом проводятся проверки, направляется информация в адрес органа местного самоуправления. После чего мы выходим с исками о сносе объектов самовольного строительства. Часто бывает, что недобросовестные застройщики строят на участке под садовый дом многоэтажку. Тогда страдают и те, кто купил жилье. В лучшем случае обманутым покупателям придется за свой счет проводить коммуникации. А в худшем – вовсе лишиться денег. Жители этого дома не раз обращались к застройщику с просьбой достроить здание. Есть решение суда, которое не исполняется уже третий год. Он сидит, но тем не менее у него есть имущество. Мы хотим, чтобы это имущество было не только арестовано, это имущество может быть продано, естественно, выставлено на торги. В нашу пользу эти деньги истрачены на подключение коммуникации. Есть решение суда, но зафиксировано еще маем 2016 года. К сожалению, ни одно решение суда не выполнилось. Судебные приставы бездействуют. Несколько раз мы обращались. Теперь расходы по законному подключению дома к электро- и водоснабжению ложатся на самих жильцов. Им же придется провести противопожарные мероприятия и благоустроить придомовую территорию. При этом администрация старается в силу закона оказывать им всестороннюю поддержку. Организовывает встречи с ресурсниками, договаривается с ними о рассрочке. А вот тем, кто вложился в строительство дома номер 10 по улице Буковой, повезло меньше. Уже есть решение суда о сносе объекта. На входе в недостроенный подъезд большими буквами написано «Дом арестован». Но, несмотря на это, люди обустраиваются, устанавливают окна и двери, делают ремонт. Они крышу сами сделали за свои деньги. Много чего они за свои деньги, уже дополнительно к застройщику. Люди несчастные там, я скажу так. Попали. Попали. У нас хоть свидетельство о собственности есть, а у них и этого нет ничего. Здание представляет опасность, поэтому снести его все же придется. И сделать это должен застройщик. За свой счет. Иначе администрация города подаст в суд на взыскание неустойки за неисполнение решения. И тогда ему придется заплатить немаленькую сумму по 5000 рублей ежедневно. На сегодняшний день подано уже около 300 таких исков. По одному из них суд уже принял решение о взыскании. Кроме того, у застройщика могут через суд изъять участок под самоволкой, который впоследствии будет продан с торгов. Администрация уже подала два таких иска. Некоторые застройщики, не дожидаясь негативных последствий, уже сносят самоволки. Тех же, кто продолжает возводить незаконные постройки, ждет уголовная ответственность.